Ответственность за царю убийство Ответственность, которую ты несешь за свои поступки, это твоя личная ответственность Никто не может взять на себя чужую ответственность Если ты согрешил, то кто понесет вину, наказание, кто будет нести последствия этого поступка? Ты только ты Запомните, ни один человек не может нести вину за грех другого человека Не за грех отца, матери, бабушки, дедушки, а уж тем более людей, которые не были твоими кровными потомками Предками, простите Нету никакой коллективной ответственности Мы можем жить в рамках и границах последствий этого поступка Мы все с вами предрасположены ко греху, потому что мы дети Адама и Евы Да, мы живем в другой стране В стране, где свергли царя, изменили политический режим Прошло достаточно много лет Уже успел смениться тот режим, который сменил царскую власть Мы живем в других условиях и уж никак не несем личную ответственность за то, что когда-то совершили в Епатьевском доме Между прочим, есть интересные записи Можете поискать в интернете, на ютюбе Очевидцев этого расстрела Есть свидетельства одного из участников этого процесса Довольно циничное признание Видно, человек хвалится и гордится тем, что совершил Но это его личный грех Мы не разделяем его А уж тем более мы его не разделяем, когда не согласны с этим поступком Если ты говоришь, правильно все сделали, так ими надо То, по сути, ты соучастник Ты духовный наследник этих преступников Но если ты крайне не согласен с этим решением То с какой стати ты будешь нести ответственность Самописание говорит Человек никогда не искупит брата своего И не даст Богу выкупа за него Пророк Иезекииль говорит Душа согрешающая, она умрет Сын не понесет вины отца И отец не понесет вины сына Правда праведного при нем и остается И беззаконие беззаконного при нем и остается Уже наступили времена, когда мы не можем сказать Что отцы ели кислый виноград А у детей на зубах оскомина Сын за отца не отвечает Бывает, отвечает за последствия его грехов Но не несет перед Богом ответственность за его вину За его преступления Так что если кто-то и так чувствует вину За малейшие какие-нибудь прегрешения За все, что в мире происходит Еще и на себя накладывает вину за царюбийство Можете сейчас немножко вздохнуть Расслабиться и сказать Ну слава Богу, одной проблемой меньше Уж за это я не несу никакой вины И все призывы, пусть даже и церковные Как вам кажутся призывы Раскаются в том, что ты никогда не совершал Это призывы сектанские Пусть даже кто-то из священников об этом говорит Он ошибается Церковь никогда не призывала людей Каяться за то, что они не совершили И коллективное покаяние Могло быть у большевиков Которые совершили царюбийство В 1918 году При их жизни Но уж никак не у их потомков Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео